Ребятки, если вы хотите получить новенький айфон, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Всем привет, ребята! С вами я, Коля. Вы просто красавчики, братишки и сестренки. Вы мне огромное количество лайков ставите на видео, которое выходит про троллинг. И, ребята, естественно, я записываю для вас троллинг как можно чаще. И в итоге сегодня вы попросили стать ребенком Грэнт. И просили, пожалуйста, ребята, пожалуйста. Я стал Грэнт Пулей и сегодня будем троллить бабку. Но еще, знаете, ребята, есть такой нюанс. Короче, короче, представляете, бабка, точнее, дед не жалуется, что бабка постоянно запрещает ему заниматься любимыми делами. Рыбалка и охота, и даже говорит, шашлыки мне запретила, потому что, видите ли, дым ей не нравится. Короче, полностью просто деда это обижает везде. И мы сегодня очень ее потроллим, потому что, знаете что? Потому что она очень любит Грэнт Пулей. И все, что Грэнт Пулей попросит, то она будет делать. Естественно, мы сегодня будем делать то, что попросит нас дедушка. Ну, то есть, ему построить. Вот. Ну, и не только построить. Короче, ребята, вы сейчас обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. И если любите мой троллинг, ребята, и чем больше лайков, тем чаще троллинг выходит. Все, погнали, не будем тратить времени. Скорее, скорее, скорее. Идем мы к бабушке. Главное, чтобы она нас не запарила, что это не Грэнт Пуля. Так. Грэнт Пуля очень вежливый и культурный. Ток-ток. Иду, иду. Пожалуйста, откройте. Сейчас открою. Подождите, пожалуйста, мне вообще-то куча дел. Будьте добры, откройте дверь. Я же ей зарубь не нанималась вообще-то. Будьте добры, пожалуйста. О, Пулечка, здорово. Здравствуй, бабушка. Все хорошо. А чуть ты прикатил. Да вот решил у вас погостить. Ты смотри, не собирался. Нет, ну, конечно, можно. Ну, вот так получилось. Ты просто не разговаривали, ты не собирался. Ну, конечно, я в этом ландане устал. Но только это, дед-то нету. Да ничего страшного. Ты мне лучше рассказывай, как вы тут живете, как поживаете, наливай чаю. Да все хорошо, все нормально, вон давай перепей. Че, как у тебя дела рассказывать. Ой, у меня все хорошо. В ландане только погода плохая. А так люди умные, вежливые, гостеприимные, знаешь, да. Ты че-то научился вежливости? Чего? Вежливости научился? А, конечно, конечно. Ну, это заметно, между прочим. Сейчас тебе стульчик поставлю. Вообще, я думаю, на старости лет вас с дедом в ландан увезти. Ой, не, нам-то в ландан. Ты че, мы перелет такой, это, 15-часовой не осилим. Не-не-не-не. Лучше ли нам? А, ну, может быть, я учусь, буду вас уму-разуму учить, воспитывать там, да. На старости лет? Да мы тебя сами воспитаем, успокойся. Да, ну, нет, нет, не про то воспитание. Короче, знаешь, чего? Я пока тут буду жить, бабушка. А я тут буду жить полтора месяца. Можно мне чем-нибудь заниматься? Ну, естественно. В общем, понимаешь, я вот когда жил, учился, мне вот очень хотелось иметь, знаешь, свою комнату, в которой я бы собирал удочки, которые хотел бы на рыбалку. Удочки? Да. Ты на рыбалку не любишь? Да как не люблю? Полюбил, вот, понимаешь, мне все удочки дарят, дарят, но я думаю, ну, ладно, да я попробую. И так понравилось. Ой, 158. Сколько? Удежу даже меньше, алё. Вот, а мне все дарят, дарят теперь на эту комнату для них, понимаешь? Ну, давай, мы делим тебе комнатку, пошли. Пойдем. Комнатку хочешь, пошли, давай. Какую-то вот хорошую, практичную, надежную. Слушай, вот есть две комнаты. Какие? Так. Вот есть вот эта. Ого, она большая, так, а есть. Пошли. И пойдем покажу еще одну. Пойдем, пойдем. Ну, конечно, конечно. Мне кажется, вторая тебе больше подойдет. Давай посмотрим. Давай посмотрим, да. Идешь, идешь? Конечно, конечно. Вот. А здесь можно вот с этой ее объединить, тут все равно она ничего не делает. Слушай, а там что наверху? Так, ага, понятно. Наверху? Нормально все. Ты знаешь, я что тебе могу рассказать? Смотри. Чувак. В общем, как я все придумал, а ты вот это когда-то здесь разрешишь. В общем, в той комнате, которая вот там рядом с дедушкиной, мы сделаем склад, где будут удочки. Ну, мою комнату, да? А здесь знаешь, что сделаем? Мы сделаем здесь комнату с панорамными окнами, где будет у нас с тобой, знаешь, чего? Ну, и дедушка будет, наверное, кушать шашлычные. Будем готовить всякие шашлыки. А, это можно вопрос задать? Чего? А у тебя губа не треснет? Ну, пожалуйста, ну, бабушка. Ну, ладно, ради тебя уж-то все можно латься делать. Все, только ты должна мне помочь. Ничего, я тебе не собираюсь помогать, вообще-то у меня куча дела. Бабушка, ну, пожалуйста, я, конечно, очень понимаю, что ты старенькая. Ладно, так уж, чтобы не делай, а я пойду так старенько сделаю. А я могу тебе знаешь, чего сделать? Фунтов стерлингов отстегнуть. Не надо мне ни фунтов, ни стерлингов. И я стерлингов вообще не люблю. А фунтов? Фунтов, фунтиков этих тоже не очень. Я предпочитаю это, другую валюту, так сказать. Какую такую? Ну, как это вообще-то у нас валюта, алмазоны, там это, изумрудоны, там, сапфироны. Вот такой валюты вообще ни в одном магазине мне не дали, поэтому, бабушка, извини, я бы сюда бы с ним. Ну, там в Лондоне, в Лондоне вообще не дают. Не дают, вот зараза. Ладно, я тебе сама дам. Вот это хорошо. Пенсию как получу и дедовскую тебе отдам, а что ему, все равно без надобности? Ты что, дедушку обижаешь? Я? Да. Ты сейчас что такое сказал? Ну, пенсию без надобности. Ты что, я слышал, дедушка? Да, говорит, в коллекции хочу книг собирать. Ничего не стал, он тебе пошутил, он вообще-то бестолочь. Почему? Он прочитал 10 главов и все, и забросил это дело. Ой-ой-ой, как нехорошо, как нехорошо. Может, он просто занят? Чем он занят? Ничем он не занят, ясно? Если бы чем-то был занят, я бы тебе сказала. Ну, ладно, ладно, хорошо. А как занят какой-то фигней? Ты там делаешь, да, делаешь? Вообще-то делаю, а ты там делаешь? Да, конечно, конечно. Ну, вот потом придешь и позыркаешь. Тебе нормально будет такой складовник или нет? Хорошо, хорошо. Ребята, есть еще один раз, на который бабушка, я очень надеюсь, что согласится, но это не точно. Ой. Чего такое? И кот замучила. А, тебя надо пугать. Я тебя сейчас самую. А, бабка, я тебя съем. Так, это что за голос? А, да, я шучу. Да не надо так с бабушкой шутить. Хе, да ладно тебе. Бабушка не любит таких шуток, если что. Бабушка, слушай, а знаешь чего? А я слышал, что ты паука уже сюда больше никогда не пустишь. Вообще-то у него есть свой собственный дом. А значит, третий этаж тебе не нужен? В смысле не нужен? Он мне всегда нужен. Не надо мне такие провоцирующие вещи говорить. А может быть, там устроим знаешь чего? Нет, не может. Тебе достаточно двух комнат. Ну, может быть, там солярию что-то. Нет. Кого? Ну, только настоящие. Солнечные ванны там принимать будем. Это как? Какие еще солярии? А мы крышу снесем. Это кто такие? Мы крышу снесем и там сделаем пляж. Нет, нет, нет. У меня есть пляж. Не надо мне ничего снять. Тот плохой пляж. Так, ты будешь раз перепираться со мной или что? Нет, нет, ты что? Нет, конечно. Бабушка, я тебе сейчас запрещу все делать, если хочешь. Нет, нет, нет. Не надо мне запрещать. Я тебе, смотрите, как вообще твой склад. Так, я тебе выделила две комнаты. Где твой склад? Мой. Ого. Две комнаты выделила. Я тебе. Хорошо, хорошо. Куда тебе еще? Расскажи мне, пожалуйста. Надо ей кое-что сделать. Все, сейчас я тебе тоже подарок сделаю. Можно? Мне подарок? Да. Нас учили постоянно. То есть, если помогают тебе, ты тоже должен что-то как-то отблагодарить. Вот это мне нравится, ваша ученая такая бабушка. Всегда надо подарки делать, конечно. Все, все, сейчас я все сделаю. Ты только не заходи, только не заходи. Ну, ты побыстрее тогда с колодочками своими шевели. Хорошо, хорошо. Постараюсь как можно скорее. Давай, давай. Надо скорее, скорее это все сделать. Так, 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 так. Как надо, если ты приехал, хоть вообще просто. А то со скуки одна чуть не упомерла. Да как же дедушка? Так он все время на рыбалке. Он меня просто бесит. Ох, рыбы, наверное, едите. А, конечно, ни одной. В смысле ни одной? Как так? В смысле ни одной, потому что он бестолковый рыбак. Ой, ужас-то какой, ужас. Да, ужас-то какой, я сама в шоке, в шоке. Все, сейчас я тут тебе краюшек сделаю, чтобы ты посмотрела. Давай, давай, краюшечку мне там ага. А потом доделаю, да, 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 да. А какую краюшечку? Ты вообще про что? Ой, а я тебе небольшую креативность проявляю. Это еще что? Ну, ваш дом большой. Ну, и что? Значит, спать можно где угодно, правильно? И что? Просто вот я знаю, насколько ты любишь свою комнату. И что? Я решила здесь тебе посадить много-много цветов. Зачем? Мне без цветов нормально спалось. Ну, уже поздно. В смысле поздно? Ну, все, иди, смотри, вот, пожалуйста. А ну-ка, покажи-ка мне, что это ты такое сделал? Это мне даже немножечко пугает. Ну-ка. Почему пугает? Не знаю, я не люблю цветы. Заходи. Ах ты, зараза, ах ты, зараза. Да что такое? Мои любимые розы посадил, да? Да как ты любимый, да? Ты кто такой, а? Ты врага в жизни бы такого не сделал. Ладно, пока, бабушка. Сюда иди, смотри. Все, все. Ах ты, хуй, ах ты, хуй, легай. А я не хуй, нет, бабушка, я не хуй, легай. Ну, я тебе вот эти цветы на могиле посажу. Да нет, нет, бабушка, не надо, не надо. Договорились, пока. Жди меня ночью, так сказать. Кажется, бабка, ребята, нас узнала. Ну, ладно, все, короче, летим пока в озеро, покупаемся. Ну, а вы обязательно, ребята, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.